доброе утро мои друзья с вами наталья марго на месте уже сама меня зовет на съемку всех приветствую всем рада ну что быка вчера выпустила видео кто смотрел и я посмотрела что я могу сказать скучно грустно не интересно но у бабы на хозяйстве все я такой в жизни видел это еще раз она все это преподнесла как ей тяжело но дорогая ты сама на это подписалось можем подумать тебя вот насильно кто-то заставил это делать и ты вот делаешь и показываешь как это тяжело это было твой выбор это твоя жизнь так же как и много детей иметь поэтому справляйся но она же неугомонная ролик выпустила поехала свету отвозить света теперь я чувствую ездит каждый день но может быть это заранее было снят это было раньше надо флешмобы снята но свету она повезла дети остались лёшей несовершеннолетний сидит с маленькими детьми опека а у и как бы это быковские проблемы не надо лезть туда вот видите дерется со мной ноги надо лезть куда-то вот куда не надо и быкова не понимает что она уехала и бросил детей в опасности лёша он не несет ответственности за детей никакой я с ними что случится с него спрос будет маленький дальше мы видим бы кого поехал в магазин офигительная мать и хозяйка который ходит с пятью пачками макарон упаковка апельсинов или мандарин яблоки и ходит по магазину говорит я не знаю что мне взять а ты перед тем как пойти магазин список написала а ты посмотрела что тебе нужно дети не считает его натурального ты посмотрела ты даже не представляешь что тебе надо ты сказал что тебе нужно крупы макароны что-то круп мы не видели одни макароны масло растительное и фрукты ну да хлопья ты сказала еще дорогие по 200 рублей стали все очень дорого стало ну да ты как думала а ты среди деньги собираешь людям скоро еду не на что будет купить а быкова на одну машину и вот это она показывает магазина ходится это снимает это все конечно подальше от людей потому что люди наверно видят ее и показывают а кто знает так тем более что это неадекватная многодетка ходит ну что еще бы club неугомонная она сказала я на детях на больных контент не делаю а вчера в телеграм выставляет как она якобы делает ингаляцию вот по якобы я хотел и поговорить знаете я обратила внимание с января месяца сейчас апрель яков болел апрель только начался яков болел раза четыре или пять так вот мне вопрос к быковой дети твой детский сад не посещают они находятся дома почему твои дети так часто болеют да ты можешь сказать старшие приносите школы у вас были каникулы дети только пошли в школу с понедельника дети пошли только в школу сегодня среда дети у тебя заболели уже воскресенье почему дети у тебя часто болеют сидя дома вот этот вопрос меня волнует больше всего как может мать ухаживать за детьми и где они хватают эту заразу я представляю где что яков ребенку которому нет трех лет болеет каждый месяц а то и каждые три недели и всегда у него кашель ты вообще ребенка то обследовала может ребенка аллергия на домашнюю обстановку может еще что-то я очень часто обращаю внимание что у якова красные щеки я тоже то еще думала что у него на что-то аллергия у вероники красные щеки бывает чем она их кормит что у детей идет атопический дерматит вот мне интересно ты детей вообще проверяла чем ты их кормишь куда ты их водишь но я понимаю да если ты их ведешь развлекательный центр в свою джумаджу там подцепить можно не только сопли и кашель там можно и рот и вирус подцепить и ветрянку подцепить в которой дети твои не болели а если они заболеют а сейчас ветрянка повально весна это любимое время года для ветрянки и сейчас ее подцепить как нечего делать тогда у тебя пойдет повально все болеть ветрянкой вот я не понимаю такая опытная мама десять детей вот чего-то у многодетки я не вижу что дети часто болеют ну да бывает иногда дети приболели на тогда она болеет вместе с ними сейчас слава богу у нее все здоровы хотя дети ходят школу также и по возрасту дети там больших нет таких детей как у нее как лёшка да они у нее болели но в тот период и сама многодетка болела а у быкова яков без конца болит от чего а потому что там на кухне все время сквозняк от того что неважно что теплые полы извините дело в том что дети простывают на улице дети не бывают если их выйдут раз в неделю им этого достаточно чтобы заболеть они постоянно не гуляют и вот эти оправдание что там грязь еще что-то у тебя площадка очисть площадку детского от снега у тебя там все засыпаны там грязи тебя нету и пускай они гуляют ты можешь поставить с ними там сашу чтобы она за ними смотрела а малыш не опускай гуляет чумовой матроны там нету а теперь перейдем матроне да плавно ну что матрона москве вчера наша нереальная соска выпустила видео гуляем играем с матроны путешествую по москве великая великая прям режиссер постанове постановщик и актриса все в одном а пупить что мы видим ролик 8 минут с горем пополам чуть больше 8 минут потому что есть снимать практически ничего показывать нечего вот мы с матроной матрона дома там что-то делает вот мы смотрю на идем на массаж она идет на массаж они сначала показывать театр где-то на спектакле потом она показывает тверскую люди идут стены дома объедет адреса домов на тверской транспорт метро дома матрона с бабушка там счета с цветами мы с матроной идем на массаж потом она будет заниматься нет матрона пока будет на массаже женя будет соли с подругой там чем-то заниматься идут они скачут батроны как всегда бегает вперед назад ничего тут уже показывают как они спортивном клубе гоняют мячик туда-сюда матрона носится как чумовая но ребенку надо какие-то успокоительные какие-то чтобы она она не сможет школе учиться она не сможет со своим темпераментом со своими вот этими заскоками она и 5 минут не посидит за партой да и будет скучно она не будет ничего усваивать это сто пудов поэтому там с ребенком заниматься на счет или лежение окраина массажа больше никуда не не ведет женя отведи ее к неврологу отведи пожалуйста к неврологу ребенка ребенку надо лекарство пить для того чтобы она была поспокойней и сосредоточенней а вот эта беготня с мячиком не знаю может быть ты и просто гоняешь для того чтобы она потом бабушка не доставал когда ты уезжаешь ну может быть для этого но я думаю такому ребенку даже если ее и три часа как лошадь гонять по кругу я конечно не сравниваю с лошади ну примерно вот как мама оля выгоняет лошадь побегать тоже застоялась потому что застоялась это не стоит и она будет спокойней на утром не будет она будет перевозбуждаться она будет еще больше беситься этого ребенка на одном рот к спокойным играм где чтобы нарисованием занималась лепкой какой-нибудь спокойный сидячий чтобы она как бы отдыхала тогда у него туда перевозбуждение будет но все все видео посмотреть у нее нечего бы кого сделал опрос в telegram я вам прямо на превью и поставлю будете ли подписываться на мою платную подписку то будет будете подписываться на платную контент вот как смех сделала ну посмотрите когда я зашла там было 80 человеков 80 процентов ведь человек господи что я сказал 8 процентов людей сказали нет не будут я не буду он не смотреть ничего поэтому я на этом прощаюсь лёшка опять пропал ничего не снимает но в дом уже ничего не готовит они они же дома не едят так пойду сам свою горластую выпускать на этом прощаюсь всем пока пока до встречи